Здравствуйте, дорогие друзья! С вами исследователь моды Наталья Ксенчак. Начиная с 24 февраля 2022 года мне очень часто приходят запросы от журналистов рассказать о том, что сейчас происходит в российской индустрии моды, как санкции введенные и уход крупных брендов одежды, например, повлияло на рынок, то есть что вообще происходит. Если накопилось так много самых разных вопросов и ответов на них, то далеко не все уходят в статьи, далеко не все мои размышления можно где-то прочитать, и я решила сделать серию роликов, где мы с вами поговорим о положении дел в современной индустрии моды, как это вижу я, у кого-то может быть абсолютно другое мнение, то есть я расскажу вам лично о своем видении, почему у нас все достаточно печально с индустрией моды и что нужно сделать для того, чтобы эта сфера процветала. Прежде всего давайте разберемся вообще о чем мы с вами говорим, что такое есть мода, да, и что означает мода в России или российской фэшн индустрии, вообще что это за понятие, потому что каждый сюда вкладывает что-то свое. Одни имеют в виду, говоря о моде, в принципе одежду, то есть да, есть же у нас хоть какая-то одежда продается, хоть кто-то ее привозит, значит мода есть в России, то есть одежда есть. Но думаю, что мы все-таки с вами говорим об индустрии производства, да, о целом цикле, начиная с разработки каких-либо концепций, каких-либо эскизов коллекции, затем уже само производство и продажи. То есть вот этот вот весь очень сложный цикл, его сейчас в принципе ни в одной стране невозможно реализовать, если только это не какая-нибудь супер закрытая страна, она вроде Северной Кореи. Что касается всех остальных стран, даже тех, кто диктует мировую моду, они все могут действительно иметь официальный какой-то офис, например в Италии или во Франции, но при этом у них где-то на расстоянии работают дизайнеры, не обязательно они даже находятся в том же месте, возможно это какая-то удаленная работа. И уж тем более производство все сейчас сосредоточены в азиатских странах, потому что там самая дешевая рабочая сила. В Китае, например, там есть такое хорошее соотношение цены и качества, что все действительно отшиваются там, даже известные модные дома. Получается, что ничего плохого нет в том, что дизайнеры создают одежду, придумывают концепцию в одной стране, а отшивают в другой. То есть сейчас мы живем в мире глобализации, где все друг с другом сотрудничают, обмениваются, торгуют, это все нормально. Но мы же сейчас с вами слышим разговоры о том, чтобы в принципе создать вот именно замкнутую систему, где мы с вами и придумываем коллекцию, и отшиваем ее, и продаем. Этого сделать невозможно по очень многим причинам, и проблемы с производством не самые важные из них. Пожалуй, любой производитель одежды вам скажет, что основная проблема в том, что у нас в стране нету, например, поставщиков текстиля. У нас нету, точнее они есть в очень ограниченном количестве, и их продукция достаточно дорогая. Или это что-то крайне некачественное, или какие-то другие есть проблемы, там перебои с поставками. Если мы с вами спросим людей из текстильного производства, они скажут, что нет очень многих компонентов, на вроде отбеливателей, там каких-то красителей и так далее. Для производителей вся проблема скорее в сыре и в оборудовании, но есть еще и масса других проблем, и вот сегодня я хочу о корне их поговорить. Очень многих беспокоит вопрос, почему у нас в принципе нету своей какой-то особой культуры, как нужно одеваться, куда утеряны все наши, так скажем, корни, куда утеряны какие-то элементы, например, русского костюма. Мы с вами повсеместно не носим их. В общем, давайте немножко окунемся в историю нашей страны, в историю индустрии моды, то есть производства одежды, и разберемся, что же происходило и что происходит на данный момент. На костюм до Петровской эпохи в нашей стране влияло очень много факторов. На русский костюм очень сильно повлияла Византия. Если мы с вами посмотрим древневизантийский костюм и древнерусский, то там очень много схожего. Вот такие формы, они имели место быть вплоть до Петровской эпохи. Затем Петр Первый съездил в Европу, съездил в частности в Германию, и ученые, конечно, спорят, по какой причине, что его сподвигло. Но многие говорят о том, что Петру Первому захотелось, чтобы когда русский человек приезжает за границу, чтобы его принимали за своего. Именно поэтому Петр Первый совершил настоящую революцию, в том числе и в костюме, приглашал зарубежных. На тот момент это не кутюре, не модельеры, а портные, которые отшивали в первую очередь для знатного сословия. Это был первый такой серьезный сом, когда мы, можно сказать, отказались от традиций своих исконных. Костюм, который в Петровскую эпоху возник, он практически не имел ничего общего с костюмом, который был до этого. Он очень сильно изменился. Конечно, традиции оставались все равно среди крестьянства. Это была самая такая консервативная часть общества. Там действительно традиции продолжали передаваться из поколения в поколение. То есть именно крестьянство тогда было хранителем этих традиций. Что произошло потом? Следующий серьезный слом, когда уже даже крестьянство забыло о своих традициях, это, конечно, была революция. Как мы с вами знаем, большевики, которые пришли к власти после революции, это была партия рабочих и крестьян. Но они настолько хотели избавиться от вот этого гнета, от рабского вот этого положения, что они решили смести все, что было до этого. Понимаете, да, в Петровскую эпоху высшие сословия отказались от своих традиций, а во время революции уже низшие сословия отказались от традиций. Получилось, что все общество отказалось от мотивов народного костюма, который был до этого. Конечно, эти традиции сохранялись, но это уже было скорее на экспорт. Например, Надежда Ламанова этим прославилась. Она, например, спрезентовала свои произведения, костюмы, которые она создавала на выставке в Париже. И сейчас, конечно, очень многие дизайнеры черпают вдохновение именно в русском народном костюме. Но в целом, действительно, наша аутентичность, она была утеряна. Во времена СССР, особенно в 20-е годы, вообще пытались создать совершенно новый костюм. Даже, знаете, были такие разработки в начале 20-го века, когда пытались создать, так скажем, коллекции одежды для разных профессий. Так, чтобы человек, который, например, работает, он слесарем, чтобы у него был определенный костюм для выхода на какое-то мероприятие, для работы у него другое. По дому он, чтобы в третьем ходил. То есть власть хотела полностью регулировать то, что люди носят. И с тех пор не происходило таких событий, которые бы воскресили русский народный костюм. Не так, чтобы это были какие-то авангардные коллекции дизайнеров, особенно тех, которые еще только учатся в институтах. А действительно, чтобы это вошло в массы. Когда я анализировала тему, например, как воина влияет на моду, вот я выявила такую закономерность, что национальные мотивы каких-либо стран и вообще национальные идеи, в том числе, которые выражаются в одежде, они появляются чаще всего после того, как страна, например, освободится от нашествия каких-то захватчиков. Или после того, как она обретет независимость. Самый типичный пример это Шотландия, которая всю жизнь, по-моему, боролась с независимостью от Англии. И поэтому там идея национального костюма, она всегда была на повестке дня, и до сих пор шотландцы носят юбки. И мало того, что они и всему миру подарили килт. Ну, а что касается России, у нас с вами, конечно, многонациональная страна. И в некоторых республиках, особенно те, которые и так имеют достаточную степень независимости, они до сих пор оставили свои национальные мотивы, например, в свадебной моде или в какой-то ритуальной моде. Очень славится, например, Татарстан тем, что там очень много дизайнеров, которые создают одежду с национальными мотивами. И насколько я слышала, была новость, что в 2022 году там чуть ли не подписали указ о том, что давайте почаще носить национальную одежду. Отвечая на первую часть вопроса, заявленную вначале, то есть почему мы с вами не носим в повседневной жизни русские народные мотивы в своем костюме, а потому что еще с Петровской эпохи у нас с вами идет отказ от них. И пока что не произошло таких событий, которые бы повлияли на интерес большинства людей к русским народным мотивам. Пишите, что думаете по этому поводу. У нас с вами была Наталья Ксенчак. Надеюсь, что было интересно. Всем пока!